сегодня мы провели инспекцию по безопасности дорожного движения близи школьных учреждений в городе великие луки скоро 1 сентября и конечно же школы должны быть готовы встретить учеников но инспекцию мы провели не одни а вместе с нашим активистой славой слава привет да сегодня мы приехали к школе ну расскажи что здесь на данном объекте так назовем здесь в принципе все в порядке безопасности дорожного движения есть вызывной светофор и ограждение то есть принципе школа встреча первоклассников и своих школьников готова конечно хотелось бы чтобы разметка была разного цвета но это лишь так скажем необязательные требования но это было бы более наглядно ну данная школа наверное заслуживает от нас наклейку давай наклеим суть нашей акции заключается в том что мы хотим привлечь внимание общественности вопросам безопасности вблизи школьных учреждений зачастую не родители не директор школы даже не понимают как школы должны быть устроены с точки зрения безопасности дорожного движения существуют обязательные и рекомендательные требования по безопасности обязательным требованиям относятся направляющие ограждения для того чтобы дети не могли в неположенном месте выбегать на проезжую часть вот этот направляющие ограждения необходим пешеходный переход конечно будет хорошо если он обустроен светофорным объектом но там где его нет должны устраиваться искусственные неровности вот как у этой школы должны быть знаки ограничения скорости и должны быть знаки которые предупреждают о том что здесь школа осторожно дети это обязательные требования есть также требования рекомендательные это знаки выполненные на желтой подложке и желтая разметка на пешеходном переходе здесь ее к сожалению нет но знаки выполнены на желтой подложке во время нашей акции мы клеим наклейки есть красная наклейка это там где обязательные требования может быть выполняется но не в полной мере а зачастую они не выполняются вовсе и есть зеленая наклейка там где обязательные Требования выполняются и выполняются рекомендательные требования. Ну, конечно же, таких идеальных школ мы встречаем редко, но они есть. И такую зеленую наклеечку мы клеим именно на эти школьные объекты. На данный момент мы находимся возле школы-лицей номер 10. В ходе нашего рейда хотелось бы тоже выделить эту школу и подарить зеленую наклеечку нашу. Возле этой школы вообще все хорошо. То есть есть и ограждения, и искусственные неровности, и знаки соответствуют ГОСТам, и пешеходный переход. То есть все отлично. Данная школа-лицей номер 10 заслуживает вот такую наклеечку «Запасный маршрут». Ну, на данный момент мы не увидели, куда мы можем наклеить эту наклейку. Но вот думаю, что мы передадим эту наклеечку для администрации школы. Сегодня мы находимся около музыкальной школы номер 2. К нам поступало много жалоб по поводу близлежащего перекрестка, а именно улицы Красномецкой и Киселева, где есть понижение бородированного камня, но отсутствует пешеходный переход. Также здесь не выполняются обязательные требования. Это такие, как понижение скорости до 20, установка искусственных неровностей и нету направляющего ограждения. Данный пешеходный маршрут небезопасен. И сегодня мы здесь наклеили наклейку, чтобы родители знали, что их дети ходят по небезопасному маршруту. Сейчас мы находимся около девятой школы, и это одна из самых лучших школ. Здесь есть все. И правильно устроенный пешеходный переход со светофорным регулированием. Также есть направляющие ограждения. Получается, дети, выходя из девятой школы, не могут выбежать на проезжую часть, а тем самым попасть под машину. Сейчас мы двигаемся по улице Зональной, около школы номер 17. Здесь все устроено, не хватает только одного знака 20 км в час. Так имеются направляющие ограждения вдоль всей улицы, имеются искусственные неровности, даже выполнена разметка пешеходного перехода на желтом фоне. Это одна из самых лучших школ в нашем городе по благоустройству пешеходных маршрутов. 17-я школа по улице Зональное шоссе получает зеленую наклейку. Но так как в школу сейчас не пройти, мы эту наклейку будем клеить на самом пешеходном маршруте. Такая общественная проверка, я думаю, что она очень правильна в том плане, что многие из нас не знают, как должно это все выглядеть. А когда случается беда, оказывается, что есть определенные нарушения. Поэтому мы хотим предупредить родителей и школьников, предупредить власти о том, что необходимо эти нормы выполнять. Уважаемые родители, даже если вы не нашли вот эту вот зеленую наклеечку, либо красную наклеечку возле своей школы, но понимаете, что возле школы есть проблемы по безопасности дорожного движения, вы можете на родительском собрании поднять этот вопрос, и директор школы обязательно должен уделить ему внимание.